Всем привет! Продолжаю тему автомобильной тематики. Ремонта своими руками в домашних условиях, можно сказать, во дворовых условиях. Сегодня мы поменяем тормозные диски передние и тормозные колодки на автомобиле Kia Ceed 2009 года. Этот автомобиль не так давно появился у нас в семействе, пару лет назад. Ну вот, пользуясь случаем, что он стоит у меня во дворе, покажу, как это делается. Процедура достаточно быстрая, достаточно легкая. И специально не загоняю машину в гараж, потому что эту процедуру можно сделать буквально за полца на свежем воздухе, соблюдая некоторые небольшие нюансы. Ну, начнем мы, как всегда, со стандартного. Надо ослабить болты колесные на стоячей машине, что немаловажно. Даже если это автомат, срывать потом, ну, не камильфо. Ослабляем, поднимаем, сбрасываем. Так, что у нас тут? Неожиданно повернутся люди. Да, ну нафиг. Вот, а все потому, что кто-то пролюбил пятачок резиновую проставочку, под домкрат, когда мы сейчас его хватило, ну, приходится извращаться. Вот, когда подняли машину, самое главное, первый нюанс, у него есть специальная подставка. Но, в вашем случае, если нету подставки, можно подложить кирпичи, бревно, что угодно. Некоторые подкладывают просто колесо на ребро. Этого будет достаточно в случае падения машины с домкрата, чтобы она вам не отрубила руки и голову, когда она у вас будет в арке. Вот, и этого же хватит потом высоты, чтобы поднять машину заново. Так, мы сняли колесо, получили такую конструкцию. У нас есть диск тормозной, немножко уставший, судя по всему, тут еще проблема с суппортом, но мы об этом будем разбираться позже. Значит, наша задача сейчас открутить сам тормозной суппорт, снять скобу, снять два болта, открутить, снять диск и собрать все в обратном порядке. Самое главное, основное, металлическая щетка. Как говорится, в ЭДшке много не бывает. И пока мы будем заниматься всем прочим, во-первых, чтобы было меньше грязи у нас в руках, но основная задача залить вот эти два болта, которые держат скобу. Пока будем откручивать сам суппорт, эти болты как раз отойдут. До верхнего добраться достаточно легко. С нижним будет все гораздо хуже, он не такой удобный, но он находится как раз за поворотным кулаком, за поворотным шарниром. Вот у нас есть еще помощник, тут маленький. Вот, ну, короче, это все замочили. Вот, теперь самое главное, первый нюанс, который надо учесть. Ну, во-первых, не в качестве рекламы, но есть вот такое вот средство от компании Liqui Moly, LM40. Но обалденно работает. Оно работает примерно как работало ВД лет, наверное, 10 назад, да, когда она появилась. Так вот, собственно, что я несу, ВД-40, да, появилась уже достаточно давно, вот, но LM40 от Liqui Moly, ну, такой, прям вот, и по цене, и по качеству, ну, достаточно вкусная хрена. Итак, первый нюанс, который нам необходим, без чего мы потом не сможем это все дело комфортно разобрать, пока оно все собрано, нам нужно предварительно разжать суппорт. Потом до конца мы его задавим уже по месту, но для того, чтобы предварительно разжать его, у нас есть прорезь, в этой прорези виден тормозной диск, и вот тут вот мы чувствуем краешек колодки. Короче, наша задача плоской отверткой зацепиться за край тормозного диска или за край колодки самой отверткой и упереться в сам суппорт. Дальше отвертке, в принципе, ничего не случится, если не дуреть. Если сейчас резко рвануть, конечно, мы отвертку поломаем. Но при исправном суппорте, при исправной тормозной системе, сильного усилия нам прикладывать не надо. Нам достаточно медленно подождать. Ну, соскочила, уже хорошо, она, в принципе, уже отошла. Ну, вот этого нам, наверное, ну да, собственно, на направляйках она уже болтается. Пока что этого нам достаточно. Теперь мы откручиваем два вот этих болта. Болты, по-моему, на 12. Срываем их, подвешиваем и идем дальше. Сейчас очень неожиданно было. Ладно, все правильно. Заранее, пардон, головки на 14. Ключевое отличие немецких автомобилей от корейских, это наличие используемых головок, да? В немецких автомобилях это головки на 11, на 13, на 15, на 17, местами 18. Вот, корейские автомобили, это основная масса 12, 14, 17. А вот, соответственно, мы берем голову на 14, легким движением руки. Срываем один болт, срываем другой болт. Все в лучших традициях. К сожалению, у меня есть один минус, я жутко не люблю работать в перчатках. Минус сейчас объясню почему, потому что, когда речь идет о тормозных колодках, то грязь и пыль, которые оставляют колодки в процессе эксплуатации, ну, это, конечно, что-то лютое, оно потом отмывается, но достаточно долго, долгий такой процесс, грязная штука. Вот, открутили. Открутили раз, снимаем суппорт. Пользуясь случаем, смотрим уплотнительное кольцо. В принципе, тут все нормально. Пробуем его задавить. Ага, просто так его задавить не получается, ну, значит, мы где-то вернемся позже. Вешаем аккуратненько вот сюда, оно тут мешать больше не будет. Смотрим направляющие. Ага. Направляющие придется подразработать, пользуясь случаем, потому что что-то и не очень хорошо. И опускаемся к нижним болтам. С нижними болтами будет чуть-чуть потяжелее. Болты на 17, но, как я говорил, мы их предварительно замочили. Будем надеяться, что нам это сейчас как-то сможет помочь. Я пойду ленивым путем. Я беру ключ на 17. Итак, я беру ключ на 17, устанавливаю его на головку и легким движением руки с помощью вспомогательного инструмента аккуратненько в торец ключа. Ну, вот, один сорвали. Тут самое главное придерживать ключ, чтобы он не слетел с болта. Тогда мы слижем грани в случае тяжелой затяжки. Ставим на нижний. Упираемся в поворотный шарнир. Ну, в общем-то, и второй сорвали. Все достаточно легко. Избавляемся от старых колодок. На этом этапе они нам уже не нужны. Да, у колодочек есть выработка. Очень неприятная по краям. Конечно же, некоторые зрители сейчас скажут... Ну, вот тут вообще неприятная выработка. Некоторые зрители скажут, чертовы мажоры, этот диск еще можно проточить. Ну, на самом деле, ребят, не такая большая стоимость диска, чтобы заниматься вот этим вот анонизмом. Откручиваем болты. Тоже повезло. Болты не сильно затянуты. В принципе, ослабили все. Снимаем скобу. Обращаем внимание, что тут есть гровер. Его желательно не потерять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите продолжение в следующей серии. Второй болт, скобу пока откладываем в сторону, поскольку нам потом нужно будет очень тщательно почистить, как и в случае с заменой колодок, почистить направляющие колодок, это важно. Ну вот, собственно, первое здрасте, легким движением руки, обстукиваем центр диска, поскольку оно прикипело именно вот тут на кольце, и скорее всего сам диск, но с ними мы знаем, поскольку нам этот диск уже не жалко. Ну вот, собственно, походу, вот она и победа. Теперь смотрим. Ну вот мы видим, что прикипел он как раз таки вот тут на оси. Ну, диск устал, господа, диск устал, диск, судя по всему, был перегрет, может быть, плохими колодками. Нафиг. Теперь, поскольку опять же мы делаем это все для себя, защищаем место, где он прикипел. Вот, собственно, похоже на правду. Вот. Ну и теперь, ну, кстати, здесь видно, что тут так же для себя и делали. Итак, я рекомендую вот эту площадь сбрызнуть или смазать чем-то высокотемпературным, чтобы в дальнейшем у нас не было проблем со снятием диска. Ну, я буду использовать вот такой вот медный спрей от Liqui Moly. Он высокотемпературный, опять же, не в целях рекламы, просто я люблю и уважаю эту фирму. И, без особого фанатизма, сбрызгиваем. Тормозные диски. Мы будем использовать фирму Nibuk. Опять же, не в целях рекламы. Просто, ну, вот, нравятся они мне. Ну, что, тут были очень приятно упакованные. Прословечка между ними. Ну, собственно, весьма симпатичный диск. Если сравнить его со старым, то с торца мы, конечно, ничего не увидим. Вот. Ну, в общем-то, основная площадь его работы, ну, гораздо приятнее. Устанавливаем диск, совмещая болты, отверстия под болты фиксации, с теми, что у нас остались на суппорте. Устанавливаем, притягиваем, такими волшебными болтиками. До фанатизма тянуть тоже не надо. Эти болты тут совершенно не за этим. Эти болты здесь больше для того, чтобы диск не болтался, пока мы будем проводить эти работы. Раз. Два. Еще не было ни одного случая, когда этот болт был потерян. Ну, что ж, теперь переходим к скобе. Скоба у нас. Пыльнички. Направляющих, в общем-то, нормальные. Сами направляющие тоже ходят. Ну, нас это вполне устраивает. Нам нужно теперь тщательно очистить направляющие колодок. Собственно, раз. Собственно, два направляющие еще живые, чистенькие, блестят. Ставим это все канитель наоборот. Собственно, два направляющие колодок. Вот это было плохо. Ну, заодно проверили, насколько у нас крепкий тормозной шланг. Тормозной шланг не порвался, значит, он еще крепкий. Итак, вверх. Итак, вниз. Теперь нам осталось это все дело затянуть. По паспорту. Здесь момент затяжки около 40-60 ньютон. Ну, то есть, это как бы вот так. И еще чуть-чуть. Без особого фанатизма. Остановился. И дотянули. Все. Остановился. На грязь, на диске пока не обращаем внимания. Теперь устанавливаем колодку. Колодки. Собственно, используем тоже Нибук. Я об этом говорил уже раньше. Эти колодки мне нравятся. Такие вот сиреневенькие. Прикольненькие упаковочки. И самое главное, со смазкой. Очень много комментариев, мнений и всего прочего под употребнение этой смазки. Собственно, даже здесь нарисовано, что тут специальная сеточка. Намазать противостукные. Ну, короче, это все фига на самом деле. Наша задача намазать этой смазкой, вот эта поверхность, где будет стоять колодка. Причем, лучше это сделать непосредственно на самой колодке. Так, теперь по поводу вот этих свистюлек. Как мы знаем, это акустический датчик износа тормозной колодки. Ставится он во внутреннюю сторону, датчиком вниз. Поставите датчиком вверх, будет свистеть, ну, просто дико. Мажем. Поверхность примыкания. Много мазать не надо. Вставляем внутреннюю колодку. Вставляем в внешнюю колодку. Собственно, колодышки стоят хорошо. А сам инибык, собственно, вот здесь на смазке, рекомендует мазать вот эту поверхность. Не вижу в этом никакого смысла. Пробовали мазать, пробовали не мазать. Разница, короче, реально никакой. Вот, теперь вернемся к самому суппорту. Нашей задачей сейчас является задавить обратно поршень. Для того, чтобы задавить поршень, существуют специальные съемники. У меня сейчас его под рукой нету. Поэтому попытаемся сделать вот такой лайфхак. У себя в гараже здесь я нашел вот такой болт. Шайба с гайкой. И старый молоток. Закладываем старый молоток. Насаживаем на болт. Ну, вот как-то так. Берем старую колодку. Прикладываем. Не помещаемся. Не берем старую колодку. Попробуем давить. Сам болт. Сам суппорт. Ну, в принципе, должно получиться. Вот, мы уперлись. Теперь берем, что тут у нас мимо. Ключик на 19 в моем случае. Ага, берем трещотку на 19. Держим гайку. И поехали. Медленно. Никуда не торопясь. Болту, конечно, не кайф. Вести сюда так, как мы этого хотим. Но ему тоже придется. И, собственно, как можете видеть, суппорт заходит. Суппорт заходит достаточно легко. Что нам может говорить о том, что сам суппорт и цилиндр еще, в общем-то, в неплохом состоянии. Бывает такое, что суппорт клинит. В этом случае, если вы затягивая, вжимая суппорт обратно, прикладываете большое усилие, то есть вам реально приходится напрягаться. Ну, тогда уже не стоит этого делать. Лучше идти за ремкомплектом суппорта. Потому что такой суппорт работать нормально уже никогда не будет. Его заклинило. Тормозная система, несмотря на то, что снабжена гидроусилителем, у нее все равно нету там такого усилия, чтобы его сдвинуть с места. Тем более, она понимает, что суппорт возвращается обратно практически не используя тормозную систему. То есть она, конечно, его как-то там назад снимает с него давление, но он возвращается обратно за счет колодки. Вот, в принципе, лайфхак нам помог. Суппорт задавлен. Устанавливаем всю эту канитель на место. Закручиваем болты. Эти болты, которые держат суппорт к скобе, которые вкручиваются на направляющие, затягиваются абсолютно от руки. То есть как раз таки здесь какого-то вообще лютого фанатического усилия прикладывать не то, чтобы не положено, а и не нужно, потому что вы затянете потом таким образом, что рано или поздно не сможете его открутить. Соответственно, не сможете поменять колодку. Болт вкручивается в направляющую. Направляющая тоже подвижная. То есть в идеале, конечно, тут тоже вот есть прорезь. Сейчас посмотрим, может так затянется. Ну, затяжка тут 15-20 ньютонов, что, в принципе, это полтора-два килограмма. По сути, ни о чем. Раз. Два. И еще один немаловажный нюанс. Точнее их будет два, но начнем с одного. Итак, есть у меня вот такая вот приблуда. Рейнвелл, в принципе, даже не знаю, что это за фирма, но стоит недорого, работает вполне эффективно. Очиститель тормозных механизмов. Молниеносно очищает и обезжиривает. Молниеносно, господа. По сути, что здесь внутри? Конечно, нам полный состав хрен кто когда укажет. Но если быть а не, вот что-то есть олифатические углеводороды. Более 30%. Нефтенов... Сейчас еще раз попробую. Нефтеновые углеводороды. Короче, какая-то хрень. Но по составу это практически отстон. С какой-то отдушкой, чтобы не так сильно воняло. Обезжиривает эффективно. Для чего мы это делаем? Когда мы это все ставили, мы прилично захезали диск. А для того, чтобы диск притерся красиво, чтобы это была гладкая поверхность, чтобы это было зеркальце, нам теперь его желательно чем-то протереть. Просто протирая тряпкой, эффекту будет мало. Плюс на диске всегда остается какая-то заводская смазка. У него есть вот хон свой, то есть какие-то распилы. Но также есть какие-то заводские нюансы. Просто машина моя, поэтому не жалею. Как говорится, делаем для себя. И машина об этом скажет спасибо. Не знаю, насколько это видно на видео. Сейчас даже попробуем. Сделаем вот так. В принципе, уже видно, как эта вся охренотень высыхает. Прикольно. Все, еще чуть-чуть. Ну, давай, 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 давай. Оп, все готово. В принципе, то, что там осталось, какие-то моменты, там что-то, какие-то разводы, это нас уже не волнует. Поверьте, эта жидкость сделала все, что ей надо. Она обезжирила, и всю непонятную чешеню оттуда смыла. Собираем все в обратной последовательности. Точнее, ставим колесо. И переходим к другой стороне. Как видите, процедура заняла минут 10. Вот. Теперь, что касается одного очень важного нюанса. При замене тормозов, при замене дисков, короче, при любых работах с суппортом. Дело в том, что мы зажали цилиндр максимально вовнутрь. И сейчас, при первом нажатии тормоза, имейте в виду, тормозов не будет. То есть, перед тем, как куда-то сдвинуться на машине, сели, раз за три качнули педаль тормоза, цилиндр вышел на свое место, суппорт стал в рабочее положение, как ему положено. И только после этого вы с уверенностью можете затормозить при первом проезде на машине. Бывает такое. И сам часто сталкивался, и с народа ржал, когда после замены тормозов человек садится, выезжает с гаража, жмет тормоз, а машина катится дальше. Почему? Потому что у педали тормоза есть определенный ход. Тут она чуть-чуть цилиндр выдвинула, который мы засунули практически до конца, а этого оказалось мало. И поэтому судорожно человек, ну, рефлексорно практически отпускал, жал еще раз, тогда она резко остановилась. Вставим колесо. А вот она, собственно, от влази эта отвертка, практически он до сюда, влезла отвертка между цилиндром и тормозной колодкой. То есть, представляете, да, что суппорт у нас пройти при нажатии тормоза вот это расстояние, а потом только начать усилия на торможение. Он это может не успеть сделать. Поэтому, господа, поменяли тормоза, поменяли диски, проделывали любые работы с тормозной системой, со снятием цилиндра. Обязательно запомнили, сели, нажали тормозулю пару раз, педалька остановилась, все, спокойно едем дальше, ни за что не нервничать. Что, ставим колесо? Обожаю заводские колпаки. Вот в этом прям что-то есть. Отверстие на колпаке совмещается с отверстием нобеля. Прижимается это все ногой, несет соболки, которые куда-то уже длились. И головкой на 21 закручиваем это все фигню обратно. Поскольку здесь мы имеем 5 болтов, то затягивать мы его будем звездой. В случае с 4 болтами тянется просто диагональю, когда 5 болтов, тянем и звездой, как нас учили рисовать ее в школе. Раз, два, три, четыре, пять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тянем секретку. Район неспокойный. Времена нынче такие. Хотя и секретки снимают. Когда затягиваем болты, на болтах есть особое усилие. Все его прекрасно знают. Те, кто ездил на отельство автопроме, прекрасно помнят, что это усилие равносильно ноги. Кто-то наступает, прыгает, танцует на ключе при затяжке болтов. Так вот, когда мы затягиваем болт с секреткой, этого делать не надо. Затяните так, у него тело не очень хорошее, и конус сам, ну как бы ни о чем. Секретки, в принципе, все одинаковые. Затяните так, чтобы потом только высверливать. Никому это не нужно. из-за затянутого одного болта. Ну, скажем, вот с таким вот усилием, ну ничего не случится. Никуда колесо не денется. Главное затянуть остальные хорошо. Когда опустим на колеса, еще дополнительно протянем. Ну, а теперь, прежде чем опускать, нужно внимательно проконтролировать, не осталось ли нашего помощника под машиной. Ну, собственно, под машиной помощника не осталось, но этот комок недоразумения и любопытства умудрился залезть на двигатель. Ну, видимо, ему там было тепло. Ну что ж, обращаем внимание на эти моменты. Лучше лишний раз посмотреть, чем потом отмывать подкапотное пространство. Ну что ж, собственно, все. Осталось проделать все то же самое, только с другой стороной. Как вы видели, процедура недолгая. Нам понадобилась железная щетка, плоская отвертка, крестовая отвертка, ключ на 14, ключ на 17. Ключ, чтобы снять колесо. В принципе, все достаточно быстро, все есть под рукой, нигде особого усилия нет, если у вас ничего не заржавело. Такое тоже бывает, но это уже совершенно другая история. И что я хотел сказать. Господа, не экономьте на тормозах. Отец мне всегда говорит, хочешь быстро ездить, умей быстро тормозить. Будьте уверены в своей тормозной системе. Самое главное, диски новые, не упалите. 200-300 километров, никаких длительных торможений и попадания в воду при торможении. Диски поведет восьмеркой моментально, потом будете выкидывать.